МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные подарки приготовили школьникам края в этом году. Жизарина Алтайска рискует провести Новый год без праздничного стола и подарков для близких. Все из-за того, говорят они, что местный предприниматель отказывается выплачивать им заработную плату. Задолженность по предварительным подсчетам пострадавших перевалила за сотни тысяч рублей. Мнение сторон выслушал Кирилл Политов. Аня, можно вас на секундочку? Ну, тогда позовите директора на. Директора нет? Ну, тогда у нас будет расчет. Эта группа людей – бывший штат местного кафе быстрого питания. Кто-то проработал несколько лет, кто-то несколько месяцев. Итог уверяют один все вместе, они остались без работы и без заработанных денег. Все, никто не выходит, а так мы и стоим, деньги свои питать. Все убежало, а так всегда. Такая реакция управляющей вполне предсказуемо рассказывает экс-сотрудники. Женщина переадресовывает их к директору, тот обратно к ней. И так по кругу. Вы приходили, говорили, что мы хотим заработную плату получить. Просто говорить, что в компании трудности получите порядки очереди. А когда это порядок очереди? Просто никак. Мы задали такой вопрос, ваш ребенок кушает? Да, кушает. Почему наши дети не кушают? Просто вот так раздели руками. Своих заработанных, помимо Татьяны, не дождались еще пять человек. Это, говорит, лишь те, кто решился озвучить проблему. Добавляет пострадавших, может быть, и больше. Доплата должна была быть 15-го. Сегодня. 23-го. Обращались в различные надзорные ведомства, в том числе местный следственный комитет. Там документы перенаправили в трудовую инспекцию, ждут. Ждут решения и прокуратуры. Таких проблем можно было бы избежать, если бы на руках были трудовые договоры, рассказывают обманутые. Вот только люди поверили бизнесмену на слова. Теперь из доказательств у них остались свидетельства очевидцев и видеокадры с рабочих мест. Ведь сейчас руководитель вообще, похоже, забыл, что знаком с бывшими сотрудниками. Наследные договора ничего не составлял. Мы предлагали ему составить. Он отнекивался и на следующие дни переносил. Мол, завтра, послезавтра составим. И все. И так он не составил. А потом в один прекрасный день я прихожу на работу. Я говорю, что-то меня не устраивает это все. Я буду, скорее всего, увольняться. А мы, говорит, тебя как раз хотели уволить. Ты, говорит, уволен. Экс-сотрудники заведения намерены искать правды в суде. Заодно в соцсетях подробно описали действия предпринимателя и антисанитарные условия, в которых пришлось работать. Но, между тем, само кафе все еще открыто. А руководитель, видимо, набирает новый штат. Либо вы сейчас уходите, либо я вызываю милицию. Молодой человек, вы слышите или нет? Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Дело Алексея Белобородова, бывшего управляющего делами администрации края, передано в суд. Его обвиняют в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Краевые следователи завершили расследование двух уголовных дел. По данным следствия, в 2013 году Белобородов обратился к своему знакомому, директору строительной компании Евгению Факанову, чтобы его фирма стала единственным подрядчиком на объектах подведомственных управлению делами края. Контракты были заключены и в обход всех конкурсных процедур, утверждает следствие. В течение трех лет за эту услугу Белобородов получил от Факанова взятку в виде безвозмездного строительства и ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости на сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей. И это не единственный факт, доказывающий вину Белобородова. Несмотря на то, что он своей вины не признал, второй обвиняемый Факанов оказывал содействие следствию. Следователи провели бухгалтерские строительно-технические экспертизы, опросили большое количество свидетелей. В итоге был наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых Белобородова и Факанова на общую сумму более 70 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемых к конкриминируемым им деяниям, в связи с чем уголовные дела с утвержденным прокурором ввинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Порядка 25 домов каждый год в одном только Барнауле признают аварийными и подлежащими расселению. Причем цифра растет. Между тем у жителей этих домов появилась надежда. В следующем году в Алтайском крае должно стартовать сразу две программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Федеральное и региональное. Причем к расселению обещают приступить уже в июле. На это предварительно заложено 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андрей Голубцов. Какие средства пойдут на переселение в новое жилье и поможет ли это существенно уменьшить количество нуждающихся, выяснял Илья Кочетков. Елена живет в этом доме по проспекту Ленина всего несколько лет, но уже прочувствовала все прелести в кавычках ветхого аварийного жилья. Он сыпется, можно сказать, нам нагло. Вот все отходят, стены просто, щели вот такие появляются у людей в квартире. Согласно данным сайта реформы ЖКХ, ее дом попал в программу расселения два года назад, в 2016-м. Расселить обещали в мае этого года. Когда все сроки вышли, Елена обратилась в городскую администрацию. Нам дали ответ, что денег сейчас у города нет на наше расселение. И когда они будут, то же как бы неизвестно. Таких, как Елена, сегодня в одном только Барнауле, а это самый крупный поставщик аварийного жилья в регионе, 2500, более 200 домов. При этом многие, судя по количеству поступающих в нашу редакцию звонков, ждали расселения в уходящем году. Но, как нам объяснили в городской администрации, в 2018-м муниципалитеты вынуждены были справляться своими силами. Расселяли только по решению суда и тех, на кого хватило средств. На сегодня у нас расселено 98 семей из 29 аварийных домов. А если говорить в людях, то 140 граждан. На это потрачено 101 миллион из бюджета города. Как нам признались городские чиновники, уже со следующего года они надеются на запуск краевой программы. Предполагается, что расселение в ее рамках начнется в следующем году. Будет выделено 422 миллиона рублей из краевого и муниципальных бюджетов. На эти деньги планируют расселить 788 человек из 35 домов. Также краевые чиновники возлагают большие надежды и на программу федеральную. Ее должны утвердить к середине следующего года. До 2024 года порядка 5 миллиардов рублей будет освоено в Алтайском крае. У нас по программе будет 120 тысяч квадратных метров. По 2019 году пока предварительные показатели, которые нам доведены, это около 400 миллионов. Сколько точно жителей края будет расселено в 2019-м, в Минстрое сказать пока затрудняются. Программа будет окончательно утверждена в первом квартале следующего года. Известно, что всего в крае сегодня ждут расселения почти 10 тысяч человек. Одна из них, наша героиня Елена, надеется, что ее очередь подойдет хотя бы в следующем году. Одно смущает. Нынешний год, который был отведен муниципальными властями на заключение договоров с гражданами, заканчивается. А с Еленой и ее соседями, рассказывает она, никто из чиновников до сих пор не вышел на связь. Илья Кочетков, Александр Антропов, Николай Шилко, Андрей Печеркин. Наши новости. Четыре человека в Барнауле вновь пострадали в результате аварии. Сегодня утром на пересечении Ленина и Никитина столкнулись два автомобиля автобуса малой вместимости. Помощь людям оказали на месте, госпитализации не потребовалось. Причиной, по предварительным данным, столкновения послужило то, что водитель маршрута номер 6, при повороте на разрешающий сигнал светофора, не уступил право движения движущемуся во встречном направлении автобуса другого маршрута. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Напомним, пять дней назад в Барнауле 26-летняя девушка, водитель 35-го автобусного маршрута, не справилась с управлением. Автобус врезался в столб, пострадали 19 человек. На следующий день на совещании в мэрии было решено усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения в пассажироперевозящих компаниях города. Ну и с января в Барнауле изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Повышение стоимости компании во многом объясняли тем, что нужно обновлять парк автобусов. Один из перевозчиков накануне презентовал новые современные экспрессы, которые уже успели оценить горожане. В них есть даже кондиционеры, а сами машины теперь говорят с людьми на одном языке. В автобусе будущего прокатилась и наша съемочная группа. Пассажирам главное комфорт. Уровень удобств здесь на порядок выше, чем в предыдущей модели. Это даже говорить умеет. Бабушкам нравится, что объявляют. Трансляции, остановки объявляют. Да и не только. Всем гражданам даже не приходится говорить, какая остановка. Камера, видеонаблюдение в салоне, все это как полагается. Всем, как полагается, оборудованы еще 37 точно таких же новеньких машин. В среднем стоимость одной порой доходит до нескольких миллионов рублей. Получается кругленькая сумма. Владелец компании «Командирская» одним из первых среди перевозчиков Барнаула пошел на такие расходы. Уверяет, эти траты оправданы. Люди довольны. Новые машины. Тепло, светло. Все показывает, рассказывает. Ну, как бы, много очень добрых отзывов мы получили уже. А чем отразится на нас? Да ничем. Администрация города пошла на то, чтобы повысить проезд с 1 января. Поэтому мы, рассчитывая на это, сделали обновление парка. Ну вот, пожалуйста, у нас, если нет у кого денег с наличными, вот терминал, карту банковскую вставляют, сумму 20 рублей нажимают. И все. Это одна из главных новинок, которая решает сразу множество проблем. Теперь пассажиры могут не скапливаться у выхода. Расчет за проезд происходит за секунды. Фраза «возьмите сдачу» может перестать быть актуальной. Правда, пока новинка не так востребована. Пассажиры предпочитают по старинке. В будущем собственник планирует закупить еще несколько таких автобусов будущего. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. 64 ребенка отправятся на главную елку страны. Это отличники учебы, победители Олимпиад, активисты, дети погибших военнослужащих. Сегодня в Москву вылетели 10 воспитанников детских домов Павловского, Каменского, Кытмановского, Михайловского и Троицкого районов края. Домой на Алтай ребята вернутся 27 декабря. Кроме того, на этой неделе большая делегация алтайских школьников побывает в Кремле. Тем временем в Алтайском крае полным ходом идут губернаторские елки. Они продлятся до 28 декабря. Ну а 30 числа в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Олейске, Заринске и Камни-на-Аби пройдут окружные елки. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть более внимательными и осторожными на дорогах, пропускать организованные колонны с детьми, но и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах. Главные представления для детей традиционно проходят в Краевом драматическом театре. Постановка этого года 12 месяцев. Ирина Харитон сегодня побывала на премьере и готова поделиться впечатлениями. Я хочу, чтобы Дед Мороз пришел. Немерденно! И в виде исключения главный персонаж детского праздника пришел на неделю раньше для школьников младших классов. Только драматический театр за неделю губернаторских утренников примет более 11 тысяч маленьких зрителей. Многие из них приехали на праздник из разных районов Алтая впервые. Театр. Я хочу подарок увидеть. Какой у меня у тебя билет. Действие началось. Звучит настоятельная просьба отключить мобильные телефоны. Но здесь подобное требование ни к чему. Когда еще прямо перед твоими глазами пролетят все 12 месяцев за считанные минуты. Да и программу подбирали специально для столь юного возраста. Месяцы пришлось поменять местами не только на сцене. Готовились к спектаклю актеры за полгода до премьеры. Поэтому Новый год к ним пришел, можно сказать, в самый разгар лета. После спектакля подарок. Подснежники, конечно, вручать не будут. Детей порадуют традиционно сладким призом и необычным цифровым поздравлением. В этом году есть уникальная особенность. Это живая картинка. Когда ребята загружают свои смартфоны, телефоны, планшеты, программу, после ее установки они могут увидеть живую картинку. Поздравление Снегурочки, а также набор юного программиста. Праздничная программа для школьников в драматическом и других театрах города продлится до 29 декабря. До 30-го такие представления покажут еще в пяти городах края. Посетить их смогут дети со всех уголков края. Юлия Гадар, Ирина Харитон, Андрей Печеркин. Наши новости. Но с погодой чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин. Все эти магазины в трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае довольно морозно и без осадков. Ночные температуры в районах края могут достигать 36 градусов мороза. Днем теплее. Самым холодным. День обещает быть в Славгороде и Колунде. Минус 26. Около 24 градусов мороза в Камни-на-Бея и Рубцовске. В Бийске, Заринске и Змеиногорске 22 ниже нуля. В Барнауле без осадков. Ночью 28 мороза. Температура днем минус 22. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.